Я открыл школу, инновационную школу интернет-технологий. Мы обучаем программирование, интернет-маркетинг, веб-дизайну. Уникальность нашей школы в том, что мы проводим обучение дистанционно. Также все курсы не требуют специальных технических знаний. И по завершению человек получает все необходимые навыки, чтобы сразу устроиться на работу. Обучение длится от месяца до трех в среднем. Уникальность нашей школы в том, что мы обучаем социальные зимыслы и населения по льготной цене. А инвалиды в первой группе, люди с ограниченными возможностями, мы обучаем бесплатно. Да, конечно, потому что, во-первых, они могут послушать опыт других спикеров, узнать, может, какие-то новости. Бывают программы, рассказывают. Также какие меры поддержки оказываются государством и так далее. Также они могут познакомиться, поделиться своей идеей. И может нарастить партнерские связи. В принципе, поэтому я считаю, что для начинайших предпринимателей это очень хорошая возможность. Во-первых, мне кажется, да, в принципе, перспективно. Потому что сейчас и государство, и, например, год молодежи. И вообще, в принципе, сейчас государство хорошо ориентировано на молодежь. И оно предоставляет нам, в принципе, очень много возможностей. Старается помогать не только проводить, но обучающие курсы, как открыть свое предпринимательство и так далее. С жильем и так далее тоже старается. Я считаю, ну, в принципе, это зависит от самого склада человека. Потому что предпринимательство требует, во-первых, ну, как бы риска и ответственности. Потому что человек, этот предприниматель, не отвечает не только сам за себя. Он отвечает за своих работников. Он их должен обеспечивать, помогать им. И, в принципе, несет, как бы, за них ответственность. Также за своих клиентов, которые у него прошли уже. Ну, то есть купили его услугу и товар, и, в принципе, будущих и так далее. Ну, и как предпринимательство, мне кажется, требует еще множество различных знаний. Ну, вот, как я уже говорил, многие проблемы у нас в голове. Если мы будем к этому стремиться, верить в успех, идти к своей цели, то мы многого можем достигнуть. Например, Томас Эдисон, когда пытался создать лампочку, он построил около 10 тысяч прототипов. Если бы он сдался в начале, или испугался, или еще что-то, или он там на тысячном, на двухтысячном, мы бы, может, сидели сейчас без электричества, или бы она появилась на сто лет позже и так далее. То есть, если пытаться и стремиться к этому, то мы все равно придем к своей цели, и мы сможем получить результат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова